Спасибо большое, уважаемая Анна Фёдоровна, Наталья Олеговна. Дорогие братья и сёстры, дата, которую мы отмечаем в этом году, а именно пребывание русских на Афоне, тысячелетие пребывания русских на Афоне, очень знаменательно именно для истории и нашего государства, и нашей церкви. Трудно себе представить, но тысячу лет назад русские уже были на Афоне, уже основывали там монастыри и жили в скитах, прикасались к сокровищу духовному, потому что Афон для Греции, для всего православного мира — это кусочек Византии, это островок вот той духовности, которая для нас Богом предоставлена без какого-то прерывания духовной жизни. Вот мы сейчас с вами очень много делаем для восстановления храмов, монастырей, нашей духовной жизни, потому что прошлый век — это был век безбожной власти и век новомучеников, людей, которые в священном саде, просто миряли, но до конца потерпели гонение на церковь. А Афон — это то святое место под особым покровительством Божией Матери, где никогда не прекращалась молитва в течение многих столетий. И сегодня, в момент открытия этой замечательной выставки, посвященной тысячелетнему пребыванию русских на Афоне, мы хотели бы начать открыть эту выставку кратким молебном. У нас здесь находится иконочка преподобного Паисия Святогорца, одного из кафонитов, японских монахов. И я думаю, что многие люди, которые придут на эту выставку, для себя откроют удивительный духовный мир Афона, духовные сокровенные богатства нашей православной христианской веры. А сейчас мы с вами совершим краткий молебен перед началом доброго дела.